Итак, это гигантский обзор рынка на предстоящую неделю с 12 февраля по 16 февраля 2024 года. В данном видеоролике я бы хотел рассмотреть с вами общую макроэкономическую картину рынка на горизонт как предстоящих, так и на горизонт по факту ближайших месяцев, потому что сейчас формируется ровно та причинно-следственная цепочка событий про инфляционный характер, о котором я вам много раз говорил, твердил, доказывал, показывал. И вот сейчас на по факту уже немалом количестве сырьевых товаров начинается инфляционный взрыв, буквально инфляционный взрыв. Короче, попозже в этом видеоролике я вам наметки на них дам, покажу, почему идет рост, в связи с какими факторами и до каких пределов цены будут расти. И это только, господа, начало. Это большая проблема. Но, как говорится, мы сами к этому готовимся. Я вам свои трейды публичные озвучиваю. Дальше уж сами принимайте решение действовать по проинфляционному сценарию, либо идти и покупать американские акции или какие-то еще акции, кто во что верит. В общем, я лично озвучил свои трейды, не более чем. Как поступать вам, уже решать непосредственно вам. В любом случае, я данный видеоролик, скорее всего, будет либо на час, либо на полтора часа, разбиваю по тайм-кодам. Можете по нему пройтись и посмотреть интересующий вам для вас раздел. Но те лица, которые посмотрят данное видео до конца, вы, главное, напишите мне в комментариях, что Михайлович посмотрел видео до конца, чтобы я понимал, насколько у вас много, чисто из спортивного интереса. Сегодня ночью, пока спать особо не хотелось, я опубликовал и заготовил материалы для презентации вам очень важного макроэкономического анализа, который ранее был озвучен среди Конгресса США. Статейку я вам сейчас покажу. Сайт cbo.gov, американский госсайт, это сайт Конгресса. Они опубликовали очень важные стат-данные и прогноз американской и прочей западной экономики на горизонт в ближайшие 10 лет. Господа, я вам скажу одну простую вещь, что кто бы вам что ни говорил, но ситуация в экономике очень сильно ухудшается. Не с точки зрения циклического кризиса, который там происходит раз в 6-8 лет, а с точки зрения уже в прямом смысле долгового кризиса. Вот, я вам сейчас очень важные детали, которые я оттуда вычерпал, озвучу. Вот, и выводы, как говорится, сами сделайте. Ну, чтобы не быть голосовым, я сейчас перейду на данный сайт cbo.gov. Я этот ряд пасов публикал в нашем телеграм-канале, биржей акций, где 68 715 подписчиков. Традиционный ссылок на наш телеграм-канал, мне с вами под каждым видеороликам. Первый пункт телеграм-канал, пункт про рынок акций. Рекомендую туда подписаться. Вот он сайт, соответственно, тут прогноз с 2002 по 2003 годы, как я сказал ранее, минуты ранее. Все эти прогнозы ухудшаются, скажем, годом все ниже, ниже, ниже. То есть, планочка очень сильно занижается. Как следствие, весь тот маховик проблем, что сейчас копится в прямом смысле в американской экономике, вот этот долговой катаклизм предстоящий, соответственно, долговой катаклизм, который находится на теле Европы, на теле Азии, все это потом будет воспаляться и гореть в огоне инфляции. Об этом много раз я говорил, и, к сожалению, даже многие публичные трейдеры, многие публичные экономисты, в прямом смысле этого слова, порицают мои мысли, и они не видят очевидные факты того, что нам американцы говорят о том, что нам Джерри Пауэлл говорил в своем интервью одному из именитых американских агентств. Небольшое примечание в видеоролике из «Анализ рынка» 7 февраля. Также я ссылался на пост, который публиковал на нашем телеграм-канале «Ближек акции». И вот было интервью Джерома Пауэлла, главы ФРС, с американским журналистом. Вопрос был следующий от журналистов. Представляет ли размер госолога угроз для нашей экономики, то есть для американской экономики? Джерри Пауэлл говорит, что в долгосрочной перспективе мы не можем поддерживать финансовый рост, а американцы с центральным банком не сможет этого делать. Иными словами, ножок растет быстрее нашей экономики. Второе вопрос. Полагаю, вас это сильно беспокоит? Джерри Пауэлл отвечает, что в конечном итоге беспокоит. Получается, мы живем сейчас за счет наших будущих поколений. То Биш, еще раз повторюсь, Джером Пауэлл сообщает, что те долговые проблемы, что имеются в западной экономике, о них уже говорят в узких кругах. Грубо говоря, среди финансистов эта тема уже становится все более и более популяризированной. И вот о подобной теме уже заговорил Конгресс. В прямом смысле этого слова. Давайте теперь на эти данные с вами перейдем. Я их русифицировал сегодня. Обращаю ваше внимание, все экономические статд данные и ожидания экономистов США ухудшились и ухудшаются из года в год. Фактически Конгресс США предупреждает американцев, да и весь мир о надвигающей угрозе в виде долгового кризиса. Изначально я вам рекомендую обратить на те скриншоты, что я прикрепил к данному посту. Чуть попозже они тоже будут ссылаться. Но для начала я поройюсь по тексту. Размер госдолга штатов и расходов на его обслуживание запредельно растет. Можно много говорить, что США это эмиссионная доллара держава. Фактически это так. Которая удержит весь мир за хвост и гриву в виде американских трежерис, гособлигаций. То есть фактически штаты заставляют весь мир покупать свои же долги. Тем самым они живут за счет кредитования. Вот в рамках этой всей капиталистической банковской системы. Но проблема в том, что по мере новой эмиссии трежерис, которую между прочим американцы недавно выпустили, новые казначейские облигации в рынок, растет и стоимость их обеспечения. Сейчас они выпускали трежерис в районе 5% годовых, ну плюс-минус. Теперь их нужно обеспечить. То бишь выплачивать купоны, пытаться продавать трежерис широким странам. Вот и прочее в этом духе. И причем в каждом новом прогнозе Конгресс США территория госдолга и его расходов продолжает запредельно расти. К примеру, в феврале Конгресс прогнозировал, что публичный годок с 2023 по 2027 годы вырастет с 24,5 триллионов до 28,7 триллионов. То в текущем прогнозе, на который я ссылаюсь, они же троса с 26,2 триллионов до 33,2 триллионов. Чуете, какой дисбаланс к 2027 году? А в следующем году эта цифра будет еще больше. Через год она будет еще больше. Через два года она будет намного больше, чем она сейчас. Позиционируется, фигурируется. Второе. Реальный ВВП США, вал внутренний продукт, продолжит стагнировать и находиться у отметки 1,5-2%. То есть постепенно сократится ниже, ниже. То есть по траектории будут снижаться вниз. Третье. Процентные расходы пересмотрены Конгрессом в пользу роста. И потолок в 1 триллион долларов превысит уже в 2026 году, а не в 2030 году, как ранее прогнозировал Конгресс. Самое важное, Конгресс дожжути надеется на то, что средняя ставка по обеспечению госдолга будет равен 3,2% годовых. Это говорит о том, что в ближайшем будущем ФРС придется снижать ключевую ставку в угоду стимулирования экономики. То есть то, о чем я вам много раз говорил и продолжаю говорить, и стоять на своем. Снижение ставки неизбежно. Стимулирование экономики будет запущено уже в этом году. Но вся проблема в том, что новым раундом снижения процент ставки и запуска печатного станка никак не спасает западную экономику как депрессия. Подчеркиваю, депрессия в агоне инфляции, не дефляции, как там вам некоторые люди говорят. Еще раз повторю, что экономическая депрессия, она всегда разная. Не знаю, Веймарская республика, там был просто катаклизм гиперинфляции из-за череды того, что делало правительство Германии 20-х годов, из-за того, что он делал крупный бизнес, что они там воротили. В общем, пирамид на пирамиде была. И вот не сказать, что прям такая же пирамида имеется во всей этой глобальной экономической системе. Нет. Но отголоски этой пирамидки, они есть. Подчеркиваю. В виде растущей долговой базы. Коль мировой госдолг, это 4 квадриллиона долларов фактически. И, к примеру говоря, инфляционная агония уже началась. Об этом я вам чуть попозже мысли выскажу. В виде роста на рис, на какао, на хлопок, на ура, на другие сырьевые товары. Сразу подчеркиваю. Жизнь необходимая для человечества. И это лишь начало инфляционной волны, которую мы получим в процессе. Я еще раз говорю, что у нас инфляция была в мире с 2020 по 2022 год до 10% годовых в баксах. Для крупной американской экономики это фактически галлопирующая инфляция. То есть инфляция, которая превышает нормы свои. Следующий порог инфляции это 15-20% годовых в долларах. Понимаете, насколько это объемная проблема для крупной экономики, по назову Соединенных Штатов Америки. И вся проблема в том, что когда будет новый виток инфляции, вот до этих величин 15-20% годовых в долларах, у нас будет рост всего сырьевого сегмента. И как следствие потребители за все это будут платить. Пример говоря, если на западных странах инфляция будет в районе 15-20% годовых в баксах, то в развивающихся рынках, в странах второго эшелона, эта инфляция будет в районе 30% в годовом эквиваленте в их национальных валютах. За счет фактора, как девальвация их национальных валютах и Росэн на сырьевые товары. То есть к чему мы сейчас бурно и подходим. И вот я резюмирую первую часть материала. Еще один раунд снижения процентов ставок и полустимулированной экономики западных стран мы получим. Но текущий маховик долговых проблем приведет мир не к рядовому циклическому кризису, а к инфляционной цепочке событий, которая плавно будет изливаться в маховик депрессии. Как следствие, многие наивно полагают, что депрессия это обвал экономики, это крах, это дефляция, ну то бишь жесткое снижение инфляции. Но это не так, как я вам говорил ранее. Депрессия бывает как инфляционно, так и дефляционно. Например, дефляция в мире была с 29 по 46 годы. Великую депрессию в 29 году, думаю, все прекрасно вспомнят. Но тогда была другая цепочка мировых событий. И тогда цепочка событий была не в рамках глобализма, а в рамках регионализма. То есть региональных держав. Сейчас мир глобализированный пока еще, но он разделяется на разные зоны влияния политических, финансов и прочих в этом духе. И поэтому всплывает другая проблема, о которой я вам говорил неоднократно. Цепочка поставок, то есть мировая логистика. Она будет дальше разрываться, как все эти цены на товары будут расти. То есть потребитель за все заплатит. Это неизбежно. Вот. И все эти статданы в виде долговой массы в США, например, долг ВВП, в шатах уже равен 140%. Конгресс прогнозирует дальнейший рост долг ВВП, там, вроде, 200%. Конечно, можешь мне сейчас сказать, что, мол, Михайлович, ну, посмотри на Японию, например. Там долг ВВП 260%. Посмотри, например, на Европу, Южную Европу. Там вообще долг ВВП 200, тоже с небольшим процентом. Да, конечно, вы окажете право, что там долг ВВП превышает. А реально превышает норму. Но, извините меня, это страны, эмиссионные страны своих валют. Не доллара, а там японская иена, например, евро и все. То есть они свои деньги могут спокойно потом переконвертировать там в бакс, либо в физический бизнес, либо во что-то еще там, может даже в драгоценные металлы. Но, к сожалению, Штаты, они этим не могут воспользоваться. Они страна номер один эмиссионная в баксах. Вот, а будет чуть позже я вам свои мысли выскажу. Далее. Фактически каждый рядовой циклический кризис в происходящий раз в 6-8 лет приводит к накоплению долга. Что вынуждает, в конечном счете, снижать ниже и ниже процентные ставки крупных центральных банков. Тем самым это заканчивается большим долговым кризисом на выходе после нескольких рядовых циклических кризисов. То есть, грубо говоря, есть один огромный экономический цикл Кондратьева, да, Николая Кондратьева. Один экономический цикл, это диапазон там 40-50 лет. То есть развить человечество в этой пропорции. Вот, например, текущий экономический цикл, вот текущую фазу мы получили с 1981 года по 2022, даже 2023. Почему? Потому что предыдущий маховик инфляции был с 1966 по 1981 годы, когда доллара инфляция в Штатах превышала нормы. Там она была где-то вообще в районе 20% годовых. Но тогда был более низкий государственный долг. И, соответственно, низкое государственное обеспечение этого долга. Сейчас оно высокое. Вы логику попытайтесь уловить. Вот, то есть тогда ФРС, товарищ Уолкер, он поднял ключевую ставку до тех величин инфляции, где она была ранее. Госдог позволял, обеспечение позволял. Сейчас такого сделать не получится, от слова совсем. Вот. И как следствие, когда товарищ Уолкер на такой шаг пошел, глава ФРС США того времени, 1981 года, инфляция начала в мире падать. Начался новый крупный экономический цикл под названием банковский капитализм. Вот. И он продолжался до 2022-2023 года. Сейчас все. Он заканчивается. Впереди у нас будет цифровой капитализм. Но, опять же, в цифровой капитализм будет вступать, опять же, через пучину инфляции. То есть, по факту, та долговая проблема, которая была в мире, там, в 60-е, 70-е годы, она себя полностью ущерпала. Она обнулила себя. Как? Путем инфляции. Росты на сырьевые товары. Сейчас такой сценарий повторится. То есть, не будет никакого там, какой-то там крупной дефляционной депрессии, там, по аналогии с 29-м годом. Или будет там тотальный обвал инфляции. Не будет этого. То есть, миру выгодно сжечь эти деньги в агоне инфляции. В соответствии с теми стат данными, которые я вам сейчас привожу в этом видеоролике, в этом гигантском обзоре рынка. И, внимание, все это снижение процентной ставки в рамках цикличек кризисов, оно чревато тем, что заканчивается всегда большим долговым кризисом на выходе. После нескольких рядовых цикличек кризисов и через подобный парадигм многие страны ранее проходили. По сути, набранный государством долг не позволяет Центральному банку по мере завершения кризиса вернуть ставки на прежний уровень. А само правительство еле-еле сокращает долг в условиях хотя бы позитивного макроэкономического не кризисного фона. Вот смотрите еще раз. Что такое долговой кризис? У всех на уме, почти у всех на уме, это дефляция. 29-й год там дефляция, какие-то другие годы дефляция. Как я вам говорил ранее в этом видеоролике, ни черта. Говорю много раз, ни черта. Депрессия или там долговой кризис это не дефляция. Она всегда разная, зависит от разных макроэкономических факторов. Сейчас будет фактор большой инфляции в мире. Я отвержал и продолжу отвержать, что с каждым циклом госдолг становится все больше в своем размере. А реальность ставки все ниже. Вот обратите внимание, например, еще раз. Волкер победил инфляцию в 60-70-х путем повышения ставки ФРС в районе 15-16% годов, когда инфляция в баксе была в районе 20% годов официально. Еще раз, он это сделал. Госдолг позволял, обеспечение госдолгу тоже позволяло. Сейчас такого сделать нельзя. Сейчас, подняв ставку до уровня 10% годовых в баксах, экономика в дефолт объявит. Нужно ли это американцам? Я думаю, нет. В связи с рядом определенных причинно-следственных факторов, которые мы сейчас в мире, в рынках прекрасно наблюдаем. Вот. И такая картина эксплуатирует себя вплоть до начала долгового коллапса. То есть, когда снижение ставок не оказывает эффективных мер, а правительству никто не одалживает деньги путем покупки их же гособлигаций. Тем самым, те или иные страны идут по пути радикальных решений, в виде быстро растущей инфляционной спирали, либо, в крайнем случае, дефолта. Крайне редко, кто начинает осуществлять грамотные экономические реформы, в основном, решения идут в пользу радикальной действия. Ну, то есть, серьезно, там, витка инфляции. Кстати, можно привести пример Германию 20-х годов, Веймарскую республику. Правда, проблема 20-го века носили чисто континентальный характер, европейская, после Первой мировой. Вот. И та проблема, которая была там, это проблема региональная. В 21-м, как я вам говорил ранее, проблема глобальная. Это весь мир уже, а не отдельно взятая страна. Тем самым, к примеру говоря, США являются страной-эмитентом доллара в мире. И тем самым, процесс роста госдолга, а также расходов на него, продолжит беспрецедентно расти в будущем. То, о чем я писал выше в данном посте. Вот. Долг ВВП будет дальше активно расти. И данный фактор будет формировать недоверие рынка, крупных банков, фондов и прочих, по отношению к американскому долговому рынку Treasuries. К слову, аналогичная проблема была в Японии в конце 80-х. В японских облигациях мир также разуверился. Потому что Японцы вступили на дорожку долгового кризиса с 89-го года. И за 4 года после запуска жестких кризисных механизмов, после 89-го, имеется в том, где-то в году 94-м, 93-м, этот пузырь экономик начал сдуваться. И в чем проблема? В следующем. Как вы могли бы подумать, вот сравнивая экономику там Японии, США, это будет немного неверно. Еще раз повторюсь, что он говорил ранее. Американцы это страна эмиссия, которая пускает доллар по всему миру. Они не могут конвертировать свою валюту во что-то еще. Не позволяет размер экономики. Япония это сделать может. Поэтому у Японии, еще раз, до КВП, там 260%, они еще существуют при нулевой ключевой ставке. Так как для стран, чьи валюты являются резервными, то есть они их могут конвертировать, свои же валюты в другие резервные валюты, там, допустим, японскую иену в доллар США, там, или евро в доллар США. Но как показывает опыт Японии, по сути, не существует четкий грань наращивания госдолга и снижения процентов ставок ЦБ. Японская процент ставки, еще раз, 0% годовых. С конца 99-го года, к тому же, в 2000 году госдолг к валу внутренних продуктов Японии достиг 100%. Сейчас госдолг США 140% по отношению к ВВП. У Японии сейчас 263% долг ВВП. У американцев 143%. Вот. Еще раз, у японцев имеется альтернатива вывода денег из своего долгового рынка, из своей валюты, в прочие зарубежные активы. А вот альтернативы долларам, облигациям и доллару США на рынке нет. Понимаете логику? Это и проблема для отшатов в рамках грядущего долгового кризиса. И вот, что интересно. Попса. Рейд Далио. Я его работу изучал. Мне, честно говоря, симпатизирует его взгляд. Он обоснованный максимально в этом ключе. И Рейд Далио придерживается примерно тех же мыслей, что я вам и озвучил последние 4 года фактически. Что вот у нас есть проблема в виде огромного перечня долговой массы. У нас есть доверие рынка и недоверие рынка. И по мере роста долговой массы в мире, по мере запуска QE, снижения процентов ставок ФРС, это недоверие будет только расти. Вот. И его мысли следующие. Следующее. Он придерживается таких же мыслей, что я вам озвучу, плюс-минус. И рисков того, что американские долги из-за фактора роста долга в ВВП просто не будут покупать в мире. То есть, как в Японии произошло, как там в Греции, там в Италии, в других, даже раз в странах Европы произошло, госдолги вообще не покупают. Вот, например, брать Британию, да, британскую экономику. Там, как в массе своей госдолг, не покупают крупные институциональные инвесторы, институциональные трейдеры, крупные банки, проще говоря, как это было раньше, не покупали, адову покупали с удовольствием. А сейчас все. Недоверие появилось в Центральном банке и их монетарной политике. Вот. И подобная картина, она также себя будет проявлять уже на теле американской экономики. Вот. Как говорится, подождите несколько лет, сами все это увидите. Поэтому еще один процесс снижения процентов ставок мы получим. Стороны ФРС будет ставка там на нулевом диапазоне, запуск печатного станка, естественно. Соответственно, это все будет после кризиса грядущего, финансово имеется в виду. Инфляция будет расти, это неизбежно. Никто вам не говорит там про гиперинфляцию, типа там 200, 500, там 1000 процентов в год. Нет, этого не будет. Имеется в виду, что инфляция в долларовой системе 15-20 процентов это большой коэффициент для такой крупной экономики. Это гигантский коэффициент. Это сродни коллапирующей инфляции. Понимаете? Сравнивайте экономики по их масштабам. Вот логику, чтобы поймать. Но прикол в том, что я был приверженцем вот этих мыслей. И я остаюсь. Какие действия, соответственно, я по рунку сейчас предпринимаю? Во-первых, начну, пожалуй, с того, что пытаюсь я вас всем этим запугать. Нет, не пытаюсь. Во-вторых, манипулирую я вашим сознанием. Нет, не манипулирую. В-третьих, какова вообще моя выгода в том материале, что я вам сейчас озвучил? Выгода нет никакой. Мне за это никто не платил. Мне за это никто не платит. Мой проект никто не финансирует. И фактически я вам даю макроэкономическую наводку того, что в рамках инфляционной спирали и на чем можно заработать. Понимаете? Какие тренды? Вот это важно учитывать. Тренд. На сегодняшний день имеется большое количество представителей инвестблогинга, которые пытаются менять. Ну, то есть Михайлович меня, лицо биржевика, уличить каких-то аморальных действий по отношению к своей уважаемой аудитории, по отношению к своим клиентам. Я не буду такать пальцем, кто это пытается делать, но извините меня, таких вот очень много, очень много. Я понимаю, господа, что конкуренция и прочь в этом духе ерунда буквально, поражает массу тонн и слухов, а также дезинформацию по отношению ко мне. Но, господа, запомните одно, что тот человек, который понимает экономически, куда движешься мир, обречен этому заработать. И я стараюсь с вами делиться экономическим материалом, а также своими трейдами, то бишь делками в рынке. Там неважно, рынок актус, рынок сырьевой, рынок валютный и прочее в этом духе. Это уже ваше дело торговать, то, что торгую я, либо нет. Нет, как говорится, ваш капитал – это ваша ответственность. Но в предыдущем году я, как публиковал отчет своего года в конце декабря 2023 года, заработал 39% годовых, торгую валютами, акциями, фьючерсами, сырьевыми товарами. И посмотрю, что я заработаю в рамках своих ожиданий в текущем году. Я повторю, что я сейчас делаю большую ставку в рамках 24 года на сырьевые товары. Например, в ближайшее время жду активный рост цен на природный газ. Фьючерсы на него тоже постепенько подкупаю, если говорить откровенно. Плюс сделаю ставку на покупку палладия и серебра. Про рынок акций России я тоже помню. Прикораз помню. Он нам принес, мне в первую очередь, ну и вам полагаю тоже свои плоды в 2023 году, ибо он вырос в тот период времени на 50, сколько там, 9-60 с чем-то процентов внутри предыдущего года. Но такого же кратного роста мы в этом году не увидим. То бишь, рынок в этом году российский вырос, например, может быть на 20. И то там в передивидендном ралле, который у нас будет летом. Все. Дальше планка. Он не вырос на 50 процентов снова. Дальше планка, господа, еще раз повторюсь. Он все, что мог в себе запампить, разогнать, он это разогнал рынок акций России, то есть крупные банкиры. Все. То есть теперь необходимо свое внимание акцентировать на других идеях рынка. Как говорится, финансовый рынок не одними акциями богат. Поэтому я перекладываю свой оборотный капитал в более рентабельный с точки зрения макроэкономики инструменты рынка. Вот вы спрашивали пропорциям моего портфеля. У меня сейчас 11 процентов от портфеля в акциях российских. В первую очередь в акциях Газпрома. Такая вот солидная позиция, назовем ее. 25 процентов это промышленные металлы, серебро, палладий. 55 процентов у меня это маневровый кэш вклада. То есть эти 55 процентов, сразу подчеркиваю, деньги, которые направлены на покупку рынка при его падении. А падение по всем рынкам акций мы еще увидим. Поверьте. Вопрос времени и сроков. Вот, например, почему я так набираю довольно активную позицию по сырьевым товарам, металлы? Потому что я понимаю, что они не упадут. Они что могли отработать на неждающих уровнях? Они уже отработали. Палладий, платин, все это уже отработано на неждающих уровнях. Золото, серебро в боковиках бьются. Логику улавливайте. Палладий в исторических минимумах. Платина тоже на минимумах. Серебро в крупном боковике. Золото в боковике. То есть краха, цены на драгметаллы я не жду. Поэтому я и покупаю. Потому что я прекрасно понимаю, что когда ФРС будет снижать ключевую ставку до нуля, запускать КУЕ, у нас будет инфляционный взрыв буквальный. Попозже я в этом видеоролике вам покажу, что уже начало расти. Какие инфляционные, какие товары. Попай под этот удар инфляции. И понимая эту макроэкономическую картину, я знаю, что вот, блин, надо вложиться туда-туда-туда-то. В проинфляционные товары. Понимаете? А как будет по факту, уже время покажет. Главное тут просто подождать. Но ждать и прекрасно видеть общую-общую экономическую картину. Потому что если человек не видит картины, он не заработает, он потеряет. Поэтому у меня вот подход ровно такой, какой я вам сейчас озвучил. Прав ли я окажусь в конечном счете, да хрен его знает. Время покажет. Я не Гуру, я не Ванга, я будущее не вижу. Но в любом случае, господа, чтобы вы понимали. Я делаю ставку своими деньгами ровно на те прогнозы, что я озвучу публично. Я не балабол, еще раз говорю. За свой базар я всю жизнь отвечаю. Плойку я думаю улавливаете. Как отвечаю? Репутация здесь отвечаю. Поэтому в том году я делал ставку на падение рубля и рост рынка акций. Сделал, заработал. В этом году делал ставку на рост сырьевых товаров в процессе. Ну посмотрим, может быть заработаю. Поглядим. Как говорится, как рынок даст, так и получится. Поэтому свое слово я повторюсь, держу. Дальше решение принимайте сами. То бишь ваш капитал это ваша ответственность. Про свои действия в рынке в период инфляции я вам озвучу. То бишь накапливаю среднесрочную порцию позиции в сырьевых товарах. Далее, господа, что я хочу озвучить. Самую важную мысль это то, что инфляционная бомба уже рванула. Многие этого не видят воочию. Я не понимаю почему. Я не понимаю как. И я не знаю почему этого не видно. Это потребительские товары буквально. То есть я мониторю все сырьевые товары в рынке, чтобы понимать, прав ли я в своих взглядах. В проинфляционных. Ну вот если смотреть на рис, уран, какао, хлопок. Допустим смотреть там на другие сырьевые товары потребительские, чтобы покупать мать свои люди и промышленный сектор. Это все начало расти. Нефть и газ будут расти попозже. Золото, серебро будут тоже расти попозже. Не сразу, господа, не сразу. Но вот рядовые сырьевые товары, рис, еще раз, какао, хлопок, промтовары в виде урана. Это все растет. То есть я ранее говорил много раз, что сперва будут расти потребительские товары в своей стоимости. Потом будут расти промышленные товары в своей стоимости. Проблема, например, хлопок, какао, риса в чем там? Апельсиновый сок там, других там сырьевых товаров. В том, что логистика хромает. Это первое. Второе. Устраивают многие забастовки рабочих в их плантациях. Вон даже буквально, посмотрите. В России дефицит бананов. Почему? А потому что Эквадор не поставляет их. Почему? А потому что там пролетарии бунтуют. И пославь сейчас будут бананы, грубо говоря, из Индии. Но первая партия, насколько я знаю, она уже пришла. Но я думаю, вы логику улавливаете в этом ключе. А представьте, что будет, когда инфляция будет разгоняться. Рабочие будут недополучать. Рабочие будут даже терять. Их будут увольнять. К чему мы придем? Мы примем опять популяризацию марксизма, ленинизма, маоизма, сталинизма в процессе. И экономика будет постепенно разваливаться, мировая. Логистики будут опять же хромать. Это все будет сказано на конечной себестоимости товаров, народного питания, потребления. И за все это будут платить опять же потребители рядовой. Рост цен будет? Будет. Инфляция в мире будет? Будет. Поэтому я говорю, что тот взгляд на рынок, который я вам озвучиваю, он уже сбывается. Я просто не понимаю, почему многие этого не видят. Честно. Не понимаю. Одно дело, если бы рост, условно говоря, стоимости сырьевых товаров на 5-10%, окей, это не рост. Это так. Это просто. Отскок. А когда уже вот такая картинка у вас имеется, вот такой пипец буквальный, и вот хлопок тоже скоро будет расти, между прочим, в районе 150 баксов и выше, это уже все. Это уже большая проблема. В общем и целом, инфляционная бомбочка у нас постепенно разрывается. Скоро будет рост цен на другие сырьевые товары. Ждите. Скоро все очень бурно начется. Тогда толпа и банки. Наконец, обратят свое внимание на происходящее в экономике. В общем и целом, рубрику макроэкономики я так иначе завершаю. Я еще хочу перейти на рубрику обозрения опционного рынка и количества артистов в российском рынке акций. И потом перейду же вам с вами на рубрику геополитики. Потому что там пахнет буквально жареным. О чем, опять же, я вам ранее много раз сверил, что Латинская Америка будет к чертовой матери конфликтовать с другими странами. И это началось. Во-первых, начну я с обозрения опционного рынка. Обращаю ваше внимание, что сейчас на опционном рынке крупный капитал ждет отката рынка в район 3150 пунктов по МВБ. Я еще раз напомню, что по МВБ имеется довольно жирный гэп в районе 397. Я полагаю, что в ближайшее время он будет закрыт. Довольно крупное количество пуд опционов имеется на уровень 350. Насколько я знаю, экспирировался опцион у крупного банка на 3250, когда МВБ туда пришел. Но самое важное, господа, самое важное. Стратегический опцион, стратегический опцион по МВБ находится в районе 3400. Это, опять же, не говорит вам о том, что рынок придет прямо к этому уровню четко, четко, тютельку, тютельку. Нет. Когда у вас находится огромное количество кола или пут опционов, огромное количество контрактов припаркованных туда, это указывает на направление движения рынка. То есть, чего ждет крупный капитал. Сейчас капитал ждет отката рынка в район 350 пунктов, 390 пунктов. Откат. Потом рынок ожидает возврата на уровень 3400, то есть в пользу роста. Почему так? Потому что у нас имеется сейчас тотально шортовая масса в акциях российских, выносит МВБ, и их коэффициент по индусту МВБ превышает 70% от общего числа физлиц. А честно скажу, я вообще не понимаю, чем у меня руководствуются эти физики. Потому что, вот я откровенно скажу, как бы есть догадка у меня, почему они характери устраивают здесь буквально эту кровавую баню. Жадность. Я вот тоже последние дни с некоторыми подписчиками общался на тему шортов МВБ и прочее. Вот, например, был чувак, который слил деньги, там 20 миллионов, шортил рынок называется. Женщина была, но подписчик, который тоже слил деньги. Скажу вам честно, я провожу с ним психологическую работу. Во-первых, их немного так успокоить. А во-вторых, понять, ради чего все это. Вот просто, когда я говорю публично, вот показываю вам, вот что, вот-вот, шортиться 70% на рынке акций России. Не надо шортить, господа, дорогие мои, шортить не надо. Не надо шортить, правда. Вы рискуете своим капиталом. Просто многие из вас не умеют этого делать. Признаюсь честно, шортить и я тоже в 100% мере не умею за эти, блин, более чем 10 лет работы в рынке, извините меня. Я алгоритм рынка прекрасно понял, как они работают. От ланга я работаю шикарно, скажу вам. Но шорты я не люблю, если честно. И знаю, что буквально еще некоторые лица прогорели в других акциях Российской Федерации, которые в последнее время активно растут на шортах. Вот я их, еще раз говорю, я их не шортил там. Да, всякие там Яндексы, Башнефть и там еще какие-то другие. Я их не шортил. Зачем шортить? Там Газпром нефти, Северсталь не шортил. Какой смысл? Нет смысла. Вот. И такая же картина сейчас вот. У нас на МОБа наблюдается. Ну вот. Физлиц в шортах 70%. Юрлиц в лангах 67%. Чуете, да, перевес? Вот он есть. Также, господа, откатываем по рынку увидим. Но не шортите откат. Не надо. Ну, что мог, я сказал. Что мог, озвучил. И признаюсь честно, я, мягко говоря, фигеваю от происходящего. И я вот торгую в этом рынке уже много лет. И я все больше и больше фигеваю от жадности. И честно скажу, жадность, она ограничена с тупостью. А тупость это подставить себя, подставить свое ближайшее окружение и потерять еще что-то имеешь. Особенно есть те участники рынка трейдеры, которые бывают вообще все сливать и потом в долги лезут. Конечно, я честно вам скажу, опять же, без всякого популизма, без прочего. Потому что мне, честно скажу, мне на всю эту картину смотреть, ну, мягко говоря, неприятно. Кого могу, по крайней мере, свою тупость, я останавливаю. Когда вот мне писали, мол, Михалыч, там, да что зашортить-то можно? Вот хочу зашортить. Я их матом крыл. Матом, буквально матом в личных переписках. Даже, например, в нашем чате тоже было дело. Матом крыл. Вот, вот, мягко говоря, не буду это озвучивать. Не хочу, я сегодня не хочу вообще материться. Но я крыл матом тогда. И слава богу, перекрыл я их матом. Хоть не зашортили, слава тебе господи. Там месяцем ранее и там двумя месяцами ранее. Когда МВБ развалишь в Сатурне до 950 пунктов. Хоть вы под вынос не попали, уже хорошо. Вот. Я повторюсь, работаю исключительно от Ланга по акциям Российской Федерации. Вот. Я не парюсь, я не суючусь. Как говорится, по миру роста акции российские будут дальше закрывать. Вот. Выходить буду я в первую очередь в кэш, да. А во вторую очередь буду покупать дальше сырьевые товары. Пока такая парадигма, пока такая методология работы в рынке у меня. Но опять же, как поступаете вы, это уже ваша ответственность, ваша решение. Никто никому ничего не принуждает, никто никого ничего не заставляет. Как говорится, не рекомендация. Так, далее, господа. В рамках нашего телеграм-канала «Биржевик сырьевый рынок», где 29 тысяч 33 подписчика, ссылку на канал можете найти в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канал, пункт про сырьевый рынок. Сегодня поутру я публикал крайне важный пост. Смотрите, помните, когда я вам говорил, что в Латинской Америке назревать военный конфликт. Венесуэла концентрирует военную технику на границе с Гаян на фоне эскалации территориального конфликта между странами из-за региона Эсекибо. Региона, где очень много нефтяных залежей, нефтяных запасов. Смотрите, поводом послужили действия ExxonMobil. Компания объявила о планах пробурить две скважины к западу от своих существующих Лиза и Пэйер в блоке Старбрук. Стабрук, то есть десятилетние разногласия по поводу провинции Эсекибо в Гаяне не позволили двум странам договориться о морской границе, что поставила Стабрук в центр спора. Смотрите, в чем прикол. Конфликт будет, конфликт по факту уже начинается. Это первое. Второе. Как этот конфликт скажется на рынке нефти? Никак. Смотрите, залежей в Гаяне не сказать, что много. Для Миннесуэлы, да, это большой запас. Но по сравнению с тем, что добывают страны ОПЕК, это немного. Поэтому какого-то жесткого выноса нефти в район выше 100 или к 100 или к 100 я не ожидал и не ожидаю. Я еще раз говорю, что я лично готов где лонговать нефть в районе 70-72 доллара за баррель. Я не говорю, что там она прям вот-вот придет. Она туда придет попозже, не переживайте. Но еще раз повторюсь, что спрос на нефть в мире снижается. Спускные цены Саудовской Аравии по отношению к азиатскому страну тоже снижаются. А остальные цены потребителей нефти. И покуда снижается объем спроса на эту нефть, сырьевой товар, то у нас и в процессе будет цена снижаться. Внимание, я еще раз подчеркиваю самую важную мысль, что если у нас будет перемирие на Ближнем Востоке, нефть обвалится. Она сейчас тупо находится в бычьей фазе из-за кипиша там, между Израилем и другими мусульманскими странами. Понимаете? Как только они между собой о перемирии договорятся, нефть обвалится. Поняли? Так что этот момент надо учитывать, риски учитывать. Так, далее, господа, переходим с вами на индекс ММВБ и фьючерс ММВБ. Смотрите, у нас был небольшой откат рынка в четверг и в пять, так называемый полицейский разворот. Мы проторговали с вами уровень 3220 пунктов в пятницу, что, принц, с вами, я жаль, это первая цель была коррекция. Но еще раз повторюсь, что коэффициент шартов тут гигантский. На ММВБ просто то, что вы видели здесь в видеоролике, это 70% от общего количества физлиц. Да, конечно, путь опцион имеется по опционному рынку, но в районе экспирации 3150 пунктов. Да, я понимаю, что крупный капитал хочет показать эту коррекцию в рынке, но, внимание, перед началом такой более бурной коррекции мы опять на будущем с вами отработаем уровень 3260-3270-280 пунктов. Вот так, двойной вершинкой. И только потом покатимся локально вниз. Но, опять же, вот двойная вершинка такая. У нас будет дивергенция по RCI, раздача. У нас будет жесткое снижение объемов на покупку по МСД, золотой крест по МСД. И, внимание, крупные деньги уже спекулятивно разгружаются в рынке об толпу. То есть они готовы локальную коррекцию показать в район поддержки и закрыть ИГП-3 197 пунктов. Ну, опять же, будет ли МВ по 350, хрен его знает. Честно говоря, такие глубокие движения я не ожидаю. Почему? Потому что количество шартов, оно вот, оно катастрофически высокое. Поэтому глубокая коррекция я не жду по рынку. Почему? Потому что очень скоро мы будем с вами штурмовать вот данный уровень. На чем будем штурмовать, не знаю. Время покажет. Но, покуда шартистов там много сидит, какая-либо позитивная новость, известие, либо что-то по рынку выйдет. Может быть, будет геополитика, может быть, СВО, может быть, что-то там по макроэкономике скажут нам. И на этом факторе у нас будет, как минимум, краткосрочный пробой этого уровня. То есть сперва еще раз. Вот двойная вершинка формируется. Будущий дельта рост в район верхней границы боковика. Потом откат, вот на эту поддержку 3,195-3,200 пунктов, небольшая расторговка и попытка пробоя 3,300. Попытка пробоя 3,300. Поэтому я еще раз повторю, что оставшуюся среднесрочную поездку по рынку я держу. Это, в первую очередь, акции компании «Газпрома». Соответственно, «Русал». Ну и также я по рынку продолжаю торговать спекулятивно. Вот, кто спрашивал, конкретно на какой процент капитал я торгую. Еще раз говорю, что я торгую максимум сейчас на 9% от депозит своего. Да, конечно, я где-то риски беру на себя, где-то не добираю, где-то даже слишком сильно рискую. Но все-таки, все-таки процесс идет, как говорится. И за предыдущую неделю результат был вот такой. То есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятец. Как говорится, междневные сделки, они свою прибыль-то и принесли по итогам текущей уходящей недели. Но еще раз повторюсь, что там не на все деньги. Только на 9% от депозита, не более. То есть четкий риск менеджмент надо соблюдать в этом вопросе. Вот, поэтому в рамках нашего клуба трейдеров уходящая неделя была довольно, как на мой взгляд, успешной, удачной. Ну и, соответственно, также я в клубе трейдеров буду скоро закрывать наш фьючерс-контракт по природному газу. Вот, и ссылочка на клуб имеется в описании под каждым видеороликом biergevip.ru и официанте грамм-бот BIRGEVICBOT. Там вот это сделок тоже я буду публиковать. И, помимо прочих, я также сейчас публикую обучающие материалы в нашей программе BIRGEVIC INVESTGID. Вот, и как следствие я этот материал структурированно пополняю в виде крупных лайфхаков по рынку. Так что тоже можете при желании посмотреть, изучить и, как вариант, свою базу расширить на сей счет. Базу знания, базу понимания. Так что по инсу МВБ вот ровно формируется та картина, которую я вам сейчас озвучу. Далее индекс РТС фьючерс на РТС. Офьючер на РТС. Картина у нас с вами следующая. Смотрите, сейчас РТС торгуется на уровне поддержки ЯМА-9, медианной полосы Бонжер, диапазон 1120 пунктов. Смотрите, в чем прикол. Валюта рынка будет откатываться вниз. Вы должны понимать. То есть цели по валютам ниже. Они торгуются в боковиках. Доллар, боковик 87, дефис 92. Вот, как следствие, когда будет доллар откатываться в район 89-88, у нас РТС будет выноситься вверх в район 1160, снова 1180 на ЯМА-200 поднимем график. Поэтому на будущей неделе я как раз и ожидаю пробоя этого треугольника в пользу роста. РТС там в район первой цели 1140, вторая 1150, третья 1160. Ну, короче, ЯМА-200 надо будет поспинько выдувать. Так что здесь цели повыше. И, внимание, индикатором денег показывает то, что, в принципе, крупничок уже готов к росту. Готов к росту. Почему? Потому что валютный рынок будет откатываться в пользу проторгов и не стоящих уровней. Уровни нижней границы боковиков. В целом, что могу сказать? Ровно те ожидания, что я вам озвучил недели ранее на недельном обзоре рынка, который публиковал в воскресенье. Воскресенье 4 февраля. В принципе, все те ожидания у меня осуществились, которые я вам озвучивал. Но, внимание, по валютному рынку мы по баксу завтра, по утру, локально отработаем, я полагаю, уровень 91.50, 91.60. Потом покатимся вниз на район поддержки 90, дефис 89. Все в боковике. Вот, четкий диапазон есть. В этом диапазоне валютный рынок у нас торгуется. По евро. Та же самая ситуация. Локально отскочим вверх 98.50, 99. И пойдем опять вниз на район 96. В юань тоже боковик имеется. 12.25, дефис 12.72. Вот тут сейчас мы поторгуемся. Денек другой. И покатимся также вниз на 12.30, 12.20. Так что, в целом, по валютному рынку у нас тупо дрейф. Ну, где я готов спекулятивно по валютам брать? А тура ниже границы боковика. Юань-то 12.20. Доллар это район 88.50, там 88.90. Ну, рублей. Ну, то есть, 88 рублей минус копейки, я это имею в виду. Так что, пока картина такая. Вот, медленно, верно, как говорится. Далее, нефмарки бренд. Вот еще раз мысль я озвучу, которую многие забивают. Вот даже есть те лица, которые мои слова интерпретируют по-своему, мягко говоря. Но я еще раз говорю, что я готов открывать лонг в нефти, фьючерсный контракт от уровня 70-72 доллара за баррель от уровня большой зоны покупок. Вот, пока цена сюда не пришла, я в рынке нефти не торгую. Мне этот рынок вообще не интересен. Принимать торговые решения от уровня Яма-9, Яма-200, там и верхней границы полосы Бонжера, это опасное явление, поверьте мне. Очень опасно. Вот, поэтому, когда нефть будет в районе 70-72, я готов ее прелонговать. На будущий локальный рост мы увидим в районе 83-84, с небольшой такой проторговочкой, и проложение отката вниз. На 1,8 Верга на 78, а там дальше уже до уровня зоны покупок недалеко. Еще раз повторюсь, спрос на нефть снижается, отпускные цены Саудовской арабии по отношению к Азии тоже падают. Вот, соответственно, конфликт Венесуэлы-Гаяна, я думаю, в жесткую фазу роста нефти не приведет, потому что добыча в Гаяне не такая прям высокая, по отношению к той добыче, которую ОПЕК добывают. Так что, какого-то пампа нефти я, ну, в Роснефти я не жду. Вот, в общем, пока мне этот рынок вообще не интересен, если честно. Так что, что имеем, то имеем. Вот природный газ, да, мне более интересен. Я повторю здесь лично свой, скажем так, среднесрочный ломк посепенненько наращиваю, вот, по природному газу, вот. Что могу сказать? Открываем месячный график, видим, что четкую пятиволновую разметочку на графике. Кстати, где-то у нас волны, я не что-то, вот, вижу. Раз, два, три, четыре, пять. Четкое двойное дно у нас впереди, и дальше выносаны вот вверх. Будет у нас вынос вверх, район 1,4 Гана, 3 бакса, 3,60. Вот, моя промежуточная цель, я готов принимать, в принципе, торговое решение в пользу продажи свой фьючерсный контракт на газ. Это район перед ГЭПа 2,20 и закрытие ГЭПа 2,60. Просто у меня фьючерсный контракт, он, в принципе, мартовский, да. Поэтому, ну, надеюсь, до марта, до экспирации, в конце марта, он дорастет, или еще полтора месяца. И, как вариант, ну, не знаю, может быть, может быть, если контангу снизится, во фьючерсный контракт, например, на июль или на сентябрь в природном газе, я готов, как вариант, набрать и даже фьючерсный контракт на газ с погашением, допустим, в сентябре. Почему? Потому что у нас сейчас сезон отопления подходит к концу. Газовые хабы уже почти полностью их... снизились запасы газа, и спрос на газ будет расти в преддверии будущей зимы, которая у нас в декабре текущего года, ноябрь-декабрь, отопительный сезон новый. И спрос на газ будет в этом факторе расти. К примеру говоря, сейчас спрос на газ в Европе постепенка начинает расти, соответственно, на европейском газовом рынке тоже постепенно начинает расти. Вот та же амбрисовство будет на американском газовом рынке, в том числе, вот такое двойное дно у нас есть. Ну и будет вынос потом в процессе, вот Тимур, который я вам обозначил. Ну, в принципе, я готов, вот, подожду, обожду. В случае чего в рамках своего жесткого риск-менеджмента я готов тут лонг немножко нарасти, потому что вижу, что цена приходит в фазу титанической перепроданности по RCI, объемчики на продажу снижаются, золотой крест по спинке формируется. Вот, индикатор, мы видим, показывать, что, в принципе, крупный капитал уже готов свои шарты откупать. И, внимание, первый рост, куда мы увидим, он будет исключительно откупе шартов в район 2.16 на передгэп. Второй будет заход цены вверх на 2.50-2.6 на факторе не откуп шартов, а на факторе интереса трейдеров к инструменту газовому. То есть, видите, такая цепная реакция будет запущена. Вот, так что, покуда есть возможность, я ее пользуюсь. Посмотрю, заработаю, красавчик. Потеряю, ну, бывает, что пойдет, не красавчик. Отобью потом. Посмотрим. Главное, соблюдать риск-менеджмент. Я на все бабки в этом газовом рынке не торгую. У меня всего лишь пропарковано сейчас, ну, примерно, полтора процента депозита. Ну, довольно-таки крупную сумму денег имеется в виду. А в природный газ, потому что я оперирую немалой суммой. Вот, и, как следствие, соблюдаю жесткий риск-менеджмент. Просто я еще раз повторюсь, что если у вас этот инструмент интересует, то на все бабки войдите сюда не стоит ни в коем случае. Не надо. Просто если пренебрегать риск-менеджмент, если вы сейчас все бабки вложите сюда, в газ, вы потом эти бабки и потеряете. Вот. Потому что здесь имеется кредитное плечо, оно в фьючерсный контракт, в момент клиринга оно меняется. Бывает один к двум плечу, бывает один к трём, всегда по-разному. Этот момент, конечно, необходимо учитывать. В общем, риски есть, их надо учитывать. И лишний раз, как говорится, не тупить. Так, пока я сказал, далее драга про металлы. Ну, смотрите, по рынку золото, серебро, платина, палладий, медь. Здесь картина следующая. Еще раз скажу, что я на ОМС постепенно, ну, подбираю, держу, то есть подбираю ОМС на палладий, с точки зрения недельного и месячных графиков. Я фьючерс не покупаю, чтобы вы понимали, я в эту авантюру не играю. Вот, просто беру те инструменты, которые себя временем оправдали. Вот. У меня, в принципе, позы есть по палладию. У меня первая цель в район 1200, вторая цель в район 1500. Среднесрочная поза, которую будут держать дальше. Это первая, вторая, так, вторая по серебру. Боковик продолжает спила, 22,25. По степеньку будем ходить на уровень в следующей неделе в район 23,20. На факторе локального отката индекса бакса в район поддержки 103,30, 103,40. Про торгую здесь пойдем локально выше. Как я вам говорил еще в ноябре-декабре, что цели по инсу бакса в районе 104,106 и 108. Ну вот, первый уровень отработали, второй уровень будет в районе вот этого сопротивления. Ну, дальше проторгуем здесь, потом будем падать. На факторе падения у нас будет русы на драга прометалл соответственно. Так что, в целом, торгуемся в боковиках по рынку драгметаллов. Вот, ну, это физ серебро держу. Не парюсь, не суючусь, не переживаю. Вот, золото у нас будет на будущей неделе локально. По утру завтра жду отката на 2010. И возврат опять в треугольник на 240-250 на факторе отката индекса доллара. В общем, картина пока бокова. Ничего интересного, я считаю, не происходит. И активно в рынке драгметаллов я не торгую. Только средний срок, не более чем. Что касается золота рубля, серебро рубль, тоже торгуются в своих боковичках. Золото рубль у нас будет откататься в район 5700. Локальный откат в пределах боковика. Серебро рубль будет откататься в пределах боковика в район 71. То есть, пока только рядовая проторговка, не более чем. Далее, акция Российской Федерации по секторам. Начну, как всегда, с газового сектора. Газпром, Газпром, нефть, Роснефть, Лукоил, Сургут, Нефть, Газ, Роснефть, Отнефть. Ну, то есть, углеводородный. Вот, смотрите. Газпром у нас пока торгуется в боковике. То есть, мягко говоря, он в рынке пока не интересен. Я скажу одну простую вещь. Я в него верю, кто бы что мне не доказывал обратного. Если будет падение, я готов в Адову покупать. Не знаю, я готов почку продать, бля, и Газпром купить. Реально. Так что, в плане Газпрома, я вообще не переживаю, не суючусь. Мне пофигу. Пока там толпа армагедонит, пока там толпа с ума сходит. Ради бога, я готов пылесосить дальше позицию. Так что, по Газпрому, на будущее, я жду такого микроотката в район поддержки. 162.10. Приходим, расторговываемся. Опять уходим вверх. На район 166.168. Господи. Ой, господи. Коэффициент шартов в Газпроме гигантский. Понимаете? Это пока называется маркетмейкер. Банкиры удерживают цену в одном узком диапазоне. Пока еще. То есть, от души, как говорится, удерживают цену. Не хотят они толпу здесь на шартовый вынос раньше срока отправить. В общем и целом, от Лангая я ее покупаю постепенненько. Далее. Газпром нефть. Сибан. Тикер Сибан. В принципе, вышитающий уровень в районе 850 мы отработали. Об этом прогноз я ранее говорил много раз. Знаю, что многие из вас все-таки преланговали к этому уровню здесь. Ну, молодцы. Красавчик. Ракосрочные прибыли в районе 5% получили. Продали. Нормально. У нас ряд ката в район Шипа 810 имеется. Так что постепенно по этой бумажке мы с вами будем снижаться. Далее. Компания Роснефть. По Роснефти у нас здесь локальные задерки веры. Будет двойная вершинка. Вынос вниз. Все. У нас цели проторговки в районе 575 остались. Так что постепенька не будем. На будущей неделе я полагаю снижаться. Лукойл. Что могу про Лукойл сказать. Пришли на большое сопротивление ценовое. 7267,380. Ну, то есть предстоящий боковик. Мы куда-то сейчас в ближайшее время шибко выше не полетим. Максимум. Придем и на расторговку. Вот так. Пила будет. У нас RCI перегрет. Вот. Крупный капитал уже постепененько продает позиции. Прибыль фиксирует. Объем покупок снижается. Умные деньги показывают, что дивергенция есть. То есть раздача пошла. Вот. Будьте аккуратны. Будьте мега аккуратны с этой бумагой. Вот. Далее. Банеп. Башни в Прев. Всеми любимая акция. Башни в Прев. Вот. Акция, как я вам говорил ранее. Выйд в фазу дивергенции по RCI. В принципе, постепененько в этом плане проявляются признаки раздачи. Вот. Дивер. Вот. Золотой крест на продажу сформировался. Дивергенция по умным деньгам тоже наблюдается. Так что, в принципе, здесь двойная вершинка думы будет. По башнефти вот такая. Цели потом будут ниже в районе 2000. Но самое главное, господа, не шортить. Лучше ее не шортить. Еще раз повторюсь. Див доходность в бумаге. 11% годовых. Приключевые задавки ЦБ в 16% годовых. Крупные банки разогнали эту бумагу. Разогнали. Вот сейчас на нее толпе продают. Недельный график. Арсиан охота в жесточайшей фазе перегрева. 82 пункта. Дивергенция по РСА тоже имеется. Вот она проходит. Будьте аккуратны. Эта бумага еще на тот свет ногих отправит. Многих. К сожалению. Потому что толпа ее покупает. А толпу к привыль никогда не везут. Далее акции компании Татнефть. Здесь картина примерно логична тому, что в Роснефте. Див гэп закрыт. Локальный выход вверх мы увидим завтра. Плавой в районе 720 с откатом вниз на 690. В принципе, как и в Роснефте, картина одинаковая. Так что здесь какого-то большого выноса не ждите. Диверы есть. Раздача есть. Но все запутывающие факторы для коррекции имеются. Потому что ММВБ у нас только двойную вершинку нарисует. Он пойдет вниз. Откатываться. Ну и бумаги тоже за ним пойдут. Корректироваться. Далее акции Сургутнефтегаз привилегированы. Здесь боковичок продолжается. Трегончик формируется. Ну что сказать. Локально вниз выйдем. С коррекцией в рынке. 55.80 и вторая будет 54.74. Вот. Ну а пока так уросла. Ну а если говорить среднесрочно, да, там понедельному графику, то я полагаю, что перед дивидендами бумажка еще повыше краткосрочно. Ну точка среднесрочно скорее задернут. Ну ближе к лету, я полагаю, вот сюда. 64, там 65. Но пока это предел, пока это потолок. Пока вот особо губу раскатывать не приходится. Далее акции компании Руснефть. Тикер РНФТ. А здесь тоже ценовая перегретость есть. Откат цены будет равен 144. Вот. В принципе, от лонга ее можно рассмотреть от уровня 135. Краткосрочный лонг. То есть приходит, расторговывается, ниже, чем выходит, расторговывается. Возврат будет на линейное сопротивление диапазона 152-154. Ну, третий готов поймать. Дивера есть, коррекция есть, умные деньги выходят из бумаги. Все просто. Далее банки. Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, банк Санкт-Петербург и МКБ. Смотрите, по Сберычу постепенненько пока будем идти вверх. То есть, еще раз, на МВВ будет двойная вершинка в диапазоне сопротивления 2, извиняюсь, 3300 пунктов. По Сберычу у нас будет цель локального краткосрочного роста в 288. То же самое, что по МВВ будет. Двойная вершинка и вынос вниз. То есть, ни обвал, ни крах, просто коррекция. Проторговываемся, уходим выше. Все. Коэффициент шартов в бумаге тоже высокий. Это надо учитывать. Далее, акции банка ВТБ. Здесь треугольник формируется. Из треугольника будем плавненько выходить вверх. На район сопротивления 0,025500. Вот первая. И вторая реперная цель. Это 0,26330. Тут как с МВВ, то же самое будет. Вынос вверх, расторговка, коррекция вниз. Опять же, расторговка и продолжение роста на МА-200. Вот сюда. Так что цель пока краткосрочная, ровно та, что я вам сейчас указал. Банк Санкт-Петербург. Диверы есть. Умные деньги выходят. МАСД крест есть. Объем на продажу пошел бы жестко. Но проблема. БСПВ еще локально отскочит в месяц 40 на будущей неделе. Но в район 290, я думаю, мы увидим. Потом двойная вершина. Не выход есть, а просто буквально обвал вниз. Тут, в принципе, уже как минимум корректный процент на 15. Я думаю, мы увидим. Дивер тоже по RSI формируется на раздачу. Все есть. По МСД на продавца. Умные деньги тоже выходят. Дивергенции есть. Так что цели БСПВ ниже. И вот чем прикол. БСПВ от 240 рублей, в принципе, подбирать можно. То есть, смотрите как. Двойная вершинка. Выход вниз. Я полагаю, там волнообразный такой. Вот сюда. В рамках нисходящего канала. Небольшая расстаговка двойного дна. И продолжение выхода цены вверх. Вот сюда. То есть, более глобальный двойной вершинка сформирует. А потом уже подвиньте цели намного ниже есть. Исходя из недельного графика. Поэтому краткосрочно 240 я готов лонг взять. Целью выхода 265-270. Ну, чисто, знаешь, поспекулировать. Не более чем. Поэтому тройная вершинка, думаю, по бумажке у нас будет. Вот здесь вот. Ну, а потом вот ниже цели у нас заимеются. Ну, опять же, не более чем коррекция. Не крах, не обвал. Просто коррекция. И не более чем. Далее, Тинькофф Банк. У него сейчас редомиляция. По-моему, в 20-х числах февраля. На бумаге будут стоп-торги. Вот ее в Российскую Федерацию переводят. И, как следствие, у нас локально пока будут давить. Я, Тинькофф Банк, ниже. Вот, в район поддержки 2,2,920. И, скорее всего, в район также 2,750-2,800. В принципе, я вам так скажу. Тинькофф Банк я буду скоро покупать под средний срок. Вот, смотрите. Тройная головая плечи есть. Основание 2,700-2,800. Вот, чем она быстрее ниже придет, тем быстрее я ее куплю. Потому что где-нибудь через месяцок-другой, после процесса редомиляции, бумагу опять запустят. Второе, как это было с офтлайном, как это было со ВКонтакте, с другими бумагами. То, что будет скоро с Яндексом. Правда, в Яндексе будет делистинг вроде как. Но здесь делистинка не будет по Тинькофф Банку. Ну, вот сюда придем, расторгуемся и потом пойдем опять выше. То есть бумагу тоже, может быть, скоро смотреть опять под спекуляцию. Почему бы нет? Далее МКБ, Кредитный Банк Москвы. Кредитный Банк Москвы. Здесь у нас формируется четкий треугольник с выходом цены вниз. Куда? В район 1,4 Вейрагана 7,35-7,40. Так что придется в скором времени хорошенько и от души попадать. Далее, акции техов. Яндекс, ВК, ЦА, Назон, Хэтхантер. Позитив. Значит, по Яндексу, картина какая. Я все равно придерживаюсь своего взгляда. Тут будет то шанс, чтобы было в софтлайне, во ВКонтакте и в Тинькофф Банке сейчас. То есть крупняк перед редомиляцией будет все продавать. Он, кстати говоря, уже продает. Видите, дивергенции по умным деньгам есть. Объемчики на продажу постепенненько занижаются. Дир, ПРСА имеется. Главное не шортить. Главное дать ей допадать этой бумаге. Не шортить. Поэтому жду отработки шипа в районе 3,450. Вот этой верхней грани двойная вершинка будет вместе с рынком у нас. И коррекция в районе 2,800. Куда-нибудь мы ее увидим. Даже может быть и понижено 2,650. В целом Яндекс брать сейчас я не собираюсь. Шортить я его тоже не буду. Просто дожусь уровней реперной поддержки. 2,700, 2,800. А там уже и от души я готов был. Здесь уже не депозитарная расписка, а непосредственно акцию. Просто смотрите. Когда нам обозначат сроки редомиляции, конкретную дату, стоп торгов, бумагу обвалят. Крупный капитал будет из нее выбегать. То, что мы видим сейчас, это тупо спекулятивный, манипулятивный рост. Не более чем. Этот нюанс необходимо учитывать. Потому что мы потом не депросписка Яндекса, а непосредственно компании Яндекс. МКО Яндекс. Как, например, МКО ВК. Международная компания. Акция. Акция Российской Федерации. По ВКонтакте. Смотрите. Коррекция у нас будет сюда. 620. Дефис 600. В принципе, кроссовщик от уровня 600 можно подбирать прям вот не боясь. Вот здесь. На большой реперной поддержке. С возвратом на 670. Готов. Спекулятивно торговать. Готов. Буду подбирать. Буду. Как говорится, дать ей допадать. Далее. Компания ЦИАН. Тут та шамшляпа будет, что и с ВКонтакте. Тоже цели ниже. На реперной поддержке 645-637. Сюда идем постепенно. Там тоже от Ланга готов подбирать с целью выхода на реперное сопротивление 710 рублей. В принципе, идей в рынке много. Главное их видеть воочию. И не ныть. И не ныть. Озон. Та же самая шляпа. В боковике торгуемся. Нижняя грань. 2470. Верхняя грань. 3000. Постепенно будем уходить сюда. На 2900. В общем, картина пока прежняя. Пока без каких-то видоизменений. Далее. Компания Headhunter. Здесь обвал продолжается. От YMA-19. Отфутболит вверх. На 3705. И двойной вершины. Пойдем вниз. На 3000. 3100. Дивер будет по RCI. Вот. Крест формируется по MACD. И на продажу тоже нас умные деньги показывают. Что, блин, цели бумаги ниже. И в принципе, я готов и покупать. 3000 дадите, я куплю. Без вопросов. Как говорится, нема проблема. Нема проблема. Так. Позитив. Здесь на YMA-9 торгуем сейчас. Диапазон 2.200. Отскочим скоро вверх. Двойная вершина будет. Потом пойдем вниз. На реперной поддержке 2.85. В общем, картина пока такая. Далее. Акции компании Металлургов. ММК, Северсталь и НЛМК. Смотрите. По Северстале я свой трейд и прогноз публиковал. В рамках нашего... В рамках нашего канала в телеграме биржевика акции. Ждал 1660... Ой, 1560. Покупаю ланги с выносом в район 1590-1600. Движение я это лично проторговал. Все нормально. Завтра жду выхода, конечно, на 1600. Кто в лангах, тот в шелках. Прибыль фиксируйте. Обязательно. У моря погоды ждать не стоит. Далее. Акции компании ММК. Вот та же самая шляпа у нас будет. Локальный выход вверх на медиану плацу Больнджера. 5690. Тоже там. Если у вас лонги остались, фиксируйте. НЛМК. Та же самая картина. Правда, она уже немного опередилась северсальной ММК в своем росте. То бишь, выход у нас будет конечный в районе 201, но потом пойдем еще ниже. То бишь, мы сейчас видели отскок по северсалям ММК и ММК отскок. То есть, не стратегический рост, а отскок. Так что, готовьтесь к забору прибыли и фиксации вашей позиции. Рынок дает? Забирайте. Ну и, подводя итоги обзора данного видеоролика, озвучу вам следующую мысль, что коэффициент шартов, по МФБ, гигантский. Шартить ничего не надо. Сразу подчеркиваю. То есть, блин, не тупите, не шартите, не рискуйте лишний раз. Оно того не стоит, поверьте. Это первое. Второе. Все макроэкономические мысли я вам озвучил по отношению к долговому кризису и инфляция начала расти. Так что, будьте готовы и делайте грамотные ставки на сырьевые товары, покуда есть такая возможность. Далее. Российские акции по миру с российского рынка будут продолжать постепенненько раздавать. Последний банк, который я хочу порвать, это Газпром. То есть, по ней прибыли зафиксированы. Также в этом видеоролике я вам озвучил, какие бумаги готов подбирать на откате. Ну, там Тинькофф банк, ВКонтакте, Циан и Хэтхантер. В процессе. Так что, в целом, идеи есть. Идеи много. Главное их воочию наблюдать. В общем и целом, на этом, пожалуй, все. Я вам рекомендую подписаться на наши медиаресурсы. Наш клуб трейдеров может уступить на официальном сайте биржевики.ру, либо официальный Тиграм робот и биржевик бот. Ссылка имеется в описании под каждым видеороликом. Имеется публичный канал Телеграм-канал про рынок акций, про сырьевой рынок, про облигации, про банк-сектор. Имеется Кантагруппа и Яндекс.Зен. На эти ресурсы вам рекомендую подписаться. Инфа, которая уходит там. Задержка во время поступает на YouTube. Ну, а я вам скажу следующую вещь, что я собрал уже сборник новых лекций по основам биржевой торговли для нашего YouTube-канала. Я их по сепенку буду на будущей неделе выпускать. Ну, я полагаю, там где-нибудь три ролика. На эту тему я все-таки опубликую. Материал структурированный, собранный. И, пожалуй, все-таки пришло время озвучить. Ну, чтобы вам как-то было более полезно. Его потом на своей практике эксплуатировать, назовем так. Грубо, конечно, цинично, но отлично. Вот. Ну, и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время грамотная стратегия. Наши главные союзники. На этом все. Удачно вам всем воскресного дня. У кого-то, возможно, воскресного вечера. Увидимся с вами завтра на рыночных торгах. Как говорится, в 5.30 утра по московскому времени я буду как штык уже находиться на своем рабочем месте. Ну, и анализ рынка выпущен в 6 утра. Как я традиционно это и делаю. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok